Вообще, если говорить в глобальных масштабах, мне, конечно, сложно, я не являюсь экспертом в геополитике и в политике, но прожив много лет достаточно и побывав в 100 странах по очень много раз, я вижу доминирующие, такие активные, через медийные ресурсы вливания в ментальность населения разных стран. Конечно, колониальный захват мнения, манера жизни сегодня доминирует англосаксы 100%, ведь Америка была завоевана испаноговорящей Европой, в том числе и Колумбом и так далее, но победили англосаксы, ирландцы, ну англосаксы. И Америка, и Англия, мне кажется, сегодня жестким образом контролируют, и не дай бог, если кто уйдет в сторону. Вот сейчас цивилизация, которая породила эти закрытые финансовые правительства, они разбросаны по всему миру, военные базы разбросаны по всему миру. Мне кажется, мира быть не может, пока доминирует ментальность той старой, как они говорят, доброй Великобритании, которая хотела доминировать и в финансовом смысле, и в военном смысле. Вот у них этот флот был, сегодня фактически эту эстафету переняли американцы, но это те же самые англосаксы. И мне кажется, что, конечно, они не уступят ни дюйма, ни пяде, и мы для них просто потенциальные недруги, не в смысле люди недруги, а в смысле то, что мы не признаем, что они должны властвовать. И мы говорим о биполярном мире, но их это категорически не должно устраивать, по их ментальному, они воспитаны так. Уже Америке несколько сот лет, ну, я уже не говорю об Англии.